Всех представителей знака Зодиака Рыбы я рада приветствовать на своем канале. Меня зовут Ева Лекцер и в текущем видео хочу вам предложить Тороскоп на июль 2018 года. По традиции расклад вам покажет общую атмосферу месяца, события, которые наиболее вероятно проиграются у вас в сфере работы, финансов, здоровья, личной жизни и карты дадут вам совет, как наиболее благоприятно и продуктивно провести вам текущий месяц. Работать мы будем сегодня с вами с Торо Книга Теней, очень такая добрая информативная колода. Хочу напомнить, что расклад выполняется для широкой аудитории и безусловно проиграться для всех он в принципе однозначно не может. Плюс для тех, у кого не проигрываются расклады по знаку Зодиака, необходимо смотреть Тороскоп по знаку своего студента на дальней карте. Как его прочитать, я думаю, вы легко сможете найти об этом информацию в гугл. Ну а сейчас настраивайтесь на расклад, расслабьтесь и начнем с вами работать. Итак, общая атмосфера месяца, события, которые наиболее вероятно проиграются у вас в сфере работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт. Итак, приступаем. Общая атмосфера месяца. Пас Жезлов. Пас Жезлов – это карта начинания, карта воплощения задуманного, получения хороших новостей, в целом реализации каких-то планов и надежд. Карта импульса, которая, по сути, да, ведет вас к какому-то смятению, но тем не менее это те события, либо те новости, которые ставят вас действовать. То есть ввести какую-то вот спонтанную импульсивную деятельность. Но, по сути, понимаете, она вам будет во благо. Единственное, о чем говорит этот аркан – поступайте, знаете, с точки зрения какого-то своего опыта и мудрости. То есть не наломайте дров. Что вас ожидает в плане работы? Тройка Пентаклей. Замечательный аркан. Потому что эта карта четко говорит о том, что вы будете провести свои лучшие качества. Это карта совместной работы, трудовых договоров. Если вы безработный, то это ситуация в целом подписания трудового договора, да, то есть вы вступаете на какую-то должность, вы переходите на новую работу. Если вы уже на текущий момент являетесь наемным работником, либо у вас свой бизнес. Это от начала, изначально, знаете, идет какая-то ситуация совместного творчества, совместной деятельности для того, чтобы довести какой-то проект до конца. То есть довести его до ума, добиться каких-то результатов. Карта плодотворного сотрудничества. Помимо всего прочего, когда работа, знаете, как в радость, а не в тягость. То есть вы за все беретесь с энтузиазмом, с каким-то внутренним запалом, творчеством. Вы творите. То есть, наконец-то появился момент собственной реализации, какой-то вот мотивации личностного и карьерного роста. Как для вас отыграется этот месяц в плане финансов? Здесь у нас падает суд. Но суд это сам по себе аркан прибыли. Причем прибыли в каком контексте? Часто это идет получение наследства, либо же в целом помощь какая-то финансовая от родителей, либо помощь, в принципе, денежные средства, которые вы можете отсудить, либо получить в судебном порядке, как компенсацию за что-либо, либо в целом, например, при разделе имущества. То есть здесь четко идет ситуация, мало того, что стабильности, так и роста ваших доходов. Плюс по суду идет еще, знаете, как правильно сказать, какие-то инвестиции, которые впоследствии дают вам свои плоды. То есть вы во что-то вложились, неважно, что это недвижимость, либо какие-то проекты, и теперь вы получаете дивиденды. Как для вас отыграется июнь месяц в плане здоровья? Здесь идет девятка жезлов. Девятка жезлов – карта хорошего самочувствия. Единственное, что она говорит об таком, знаете, сильном эмоциональном перенапряжении. Связано это, конечно, прежде всего будет с работой, рабочими проектами. И в целом карта вам советует уделить побольше внимания отдыху. Ну то есть каким-то приятным моментом, ситуацией, релаксации и так далее. Потому что с позиции здоровья вы здесь будете как бы, знаете, на коне. Потому что это карта и отличного самочувствия, и духовного, душевного подъема. И знаете, когда хочется творить идеальцию сразу, но тем не менее делаю время, потихий час. Не забывайте об отдыхе. Что вас ожидает в плане личной жизни? Здесь у вас падает колесо судьбы, колесо фортуны. Карта удачи, карта какого-то шанса. То есть белой полосы, каких-то значительных кардинальных перемен. То есть если вы до сих пор были свободны, либо одиноки, это шанс встретить свою половину. Либо обрести действительно какого-то партнера, единомышленника. Либо в целом встретить идеал того человека, которому вы мечтали, либо рисовали в своих мечтах. Если вы на текущий момент находитесь в паре, это может быть ситуация и бракосочетания, либо в целом перехода отношений на новый уровень. За счет ситуации, где-то рождение, либо же, ну не знаю, каких-то привнесений в вашу личную жизнь. Давайте уточним, для кого как отыграется. Королева кубков. Ну что могу вам сказать? Во-первых, ситуация поддержки. Видите, здесь мужчина вас поддержит во многом аспекте. То есть это внимание и забота, и ласка. Если вам этого не хватало, то вы здесь это получите сполна, в полной мере, в полном объеме. Карта чувственности, эмоций, переживаний. Простите. В целом, знаете, вот когда вы себя будете чувствовать маленькой девочкой, которая заботится, которая не только, знаете, холит, леет, оберегает, но и всячески помогает и пытается, ну каким-то образом поднять вам настроение, задарить вас подарками, создать, вы знаете, такой вот хороший эмоциональный настрой. Единственное, что для некоторых, как это еще может отыграться? Здесь может быть ситуация зачатия ребенка, которая вас вернет в ступор. И причем здесь вас партнеры, знаете, как может быть утешать, либо каким-то образом с вами пытаться коммуницировать, и выгнать вас из состояния застоя депрессии. То есть какие-то кардинальные перемены у вас однозначно здесь падают. Так, и совет от карт. Карта дьявола. Ой. Ну посмотрите на саму ситуацию. Знаете, как запретный плод сладок. И вот с позиции совета, как говорит Аркан, не поддавайтесь на провокации. Как бы вам, особенно, давайте посмотрим, какой сфер жизни будет касаться. То есть не поддавайтесь на провокации. Если вы от чего-то, например, отказались от какой-то зависимости, придерживайтесь той же позиции. Иначе, знаете, вот эта минутная слабость, минута сладости для вас может обернуться какими-то плачевными последствиями. Чего это будет касаться? Ну, товарищи, я думаю, что для многих это проиграется как аспект материнства. Смотрите, конечно же, сами. Потому что дьявол в сочетании с императрицей очень часто еще указывает на девушку. Ну, чаще всего содержантку, да. Женщина, которая пользуется своей красотой. Либо женщина, которая поддалась, ушла в омут с головой отношения. Знаете, как ни о чем не думая. А теперь это может оухнуться. Ну, пусть это для вас отыграется только в положительном аспекте. И если вы действительно хотели ребенка, то пусть для вас будет так, как вы этого жаждали, как вы этого хотели. Вот такой вот у нас вышел расклад. Надеюсь, для вас он позитивен и положителен. И, кстати, суд, траты финансовые на семью может и так отыграться. Либо же на ситуацию свадьбы. Тоже вот такой вот аспект. Так что смотрите, рыбки. В июле месяце для многих могут быть кардинальные перемены. Не для всех, повторюсь, для некоторых. Для тех, кто хочет получить индивидуальный расклад, ссылки на мои контакты вы сможете найти под этим видео. Ну, а я искренне вас благодарю за просмотр. С вами была Ива Лекцер. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok